The following is a class from the Shri Chaitanya Charitamrita. Лекция по Shri Chaitanya Charitamrita, Mada Lila, том 8, глава 22, тексты с 11 по 15, прочитанная его божественной милостью Ачеба Активиданта Свами Прабхупады, recorded in January of 1967, в Нью-Йорке. Нам Бхунжи Севасхуд. Вчера мы говорили о двух видах живых существ. Один вид, нитя мукта, это вечно освобожденные живые существа. Они никогда не приходят в этот материальный мир. Они являются вечно освобожденными. А другой вид живых существ. Например, мы — это обусловленные живые существа. Мы — вечно обусловленные. Вечно обусловленные означает то, что мы не знаем, когда мы стали такими обусловленными. Невозможно проследить историю этого, потому что живое существо по природе не является обусловленным. Однако, в действительности мы видим, что мы обусловлены. И невозможно проследить историю того, как мы стали обусловленными. Много-много жизней Брамы, не только одного Брамы. Так много Брам сменило друг друга. И все это время мы являемся обусловленными. Поэтому нас называют вечно обусловленными. В чем разница между этими двумя типами живых существ? Те, кто вечно свободны, это божественные натуры, божественные существа. Они всегда готовы оказывать трансцендентное любовное служение Господу. Они удовлетворены от этого. Как мать удовлетворена просто от того, что она любит своего ребенка, или друг удовлетворен просто тем, что он любит своего друга. Конечно же, такая любовь невозможна в этом материальном мире, но есть некоторые редкие случаи. По крайней мере, мы можем получить представление об этом. Подобным же образом вечные освобожденные души удовлетворены просто от того, что они любят Кришну. В этом их удовлетворение. Каждый хочет любить кого-то. Это естественная склонность. Она есть у каждого. Если у нас нет никакого объекта для нашей любви в этом... Тогда в этом материальном мире порой мы начинаем любить кошек и собак. Понимаете? Ведь я должен любить кого-то. Если я не нахожу подходящего для моей любви человека, я направляю свою любовь на какое-то хобби, на какое-нибудь животное. Ведь любовь-то существует. Она дремлет. Наша любовь к Кришне дремлет. Она находится в нас. Но поскольку у нас нет никакой информации о Кришне, никакого знания о Кришне, мы направляем нашу любовь на что-то, что в конце концов оборачивается разочарованием для нас. Это совсем не является настоящим объектом любви. Поэтому мы приходим к разочарованию. Так много примеров мы можем увидеть. Я не буду приводить их. Но здесь, в материальном мире, вся любовь на 99,9% оканчивается разочарованием. Потому что любовь не направлена туда, куда она должна быть направлена. Это правильное место, правильный объект. Это Кришна. Если мы любим Кришну, тогда мы можем любить всех. Как, например, если мы льем воду на корень дерева, все другие части дерева, листья, цветы, плоды, ветви, естественным образом они также насыщаются. Если мы учимся любить Кришну, тогда мы сможем в совершенстве любить других. Те, кто являются вечно освобожденными, любят Кришну. Поэтому они совершенны в духовном мире. Ни Те Мухта, ни Те Кришна, Чараная Ун Муха, Кришна Паришаду Нама. Все они спутники Господа. Верховный Господь — это Личность. И бесчисленные живые существа, которые любят Его, также являются индивидуальными. Любовь означает, что должна быть Личность, индивидуум. Если нет этой Личности, индивидуальной Личности, не может быть речи о Любви. Когда используется слово «Любовь», подразумевается, что должно быть двое любящих. И в этом случае это слово «Любовь» подходит. Если нет индивидуальной Личности, то Любовь не имеет смысла, Любовь не может быть с воздухом. Должна быть Личность. И Верховный Господь является Личностью, и любящие Его живые существа также являются Личностями. Они забывают, кто такой Бог, и кто Богом не является. Но в центре находится Кришна. Все любят Кришну. И если они не видят Кришну, они сходят с ума. Такова ситуация в Духовном мире. Они просто любят Кришну. Вот и все. Бунджа Сева Сукха. Мы знаем, какое наслаждение приносят любовные отношения. Конечно, здесь это извращенные отношения. Так просто представьте, когда эта Любовь чиста и истинна, сколько наслаждения она приносит. И вот это как раз есть в Духовном мире, чистая Любовь. И объект этой Любви Кришна. Поэтому они находятся в таком блаженстве. Это блаженство. Это блаженство. Сачитананда Виграха. Вечная Любовь. Когда вы обладаете Знанием. Вот Кришна. И Ананда Майя Бьясат. Это совершенный уровень. Когда объект вашей Любви вечен. Когда ваш возлюбленный вечен. Когда вы обладаете Знанием и живете вечным. И все это есть. В Духовном мире все это есть. Все они в блаженстве. Что же касается нас. Обусловленных душ. Нития Бадха Кришна Гайта. Нития Бахир Муха. Мы ненавидим Кришну. Вот и все. Кто такой Бог? Бог. Глупцы собрались тут, чтобы поговорить о Боге. Нития. По своей природе они ненавидят Бога. В этой обусловленной жизни. То есть совершенно противоположной. В Духовном мире они по природе... Мы по природе являемся возлюбленными Бога. Но здесь, находясь под влиянием иллюзии, мы думаем, что Бог это наш враг. И нам не нравится Бог. Нам нравится это Майя. Итак. Нития Бадха Кришна Гайта. Нития Бахир Муха. Нития Самсара Бунджа Наракадзи Духа. Поскольку они забыли о Кришне, поскольку они отвернулись от Кришны, враждебны к Нему, в результате этого они запутались в этом материальном мире навечно. Материальный мир означает тройственные страдания. Мы меняемся в основном в четырех стадиях. Рождение, смерть, старость и болезни. И эти стадии, эти четыре стадии, всегда смешаны с тройственными страданиями. Таким образом, это семеричные условия, приносящие страдания. И те, кто находится в невежестве, не понимают, что эти условия приносят несчастье. Они думают, с нами все в порядке, у нас все хорошо. Но когда к человеку приходит эта мысль, то, что с нами не все в порядке, мы страдаем, мы находимся в несчастных условиях, то это... На этой стадии человек вопрошает о Брамане. Это называется Брама Джигьяса. Как правило, люди находятся в таком невежестве, что они не могут понять то несчастное положение, в котором они находятся. Это называется Самсара. Самсара означает то, что душа запуталась в этих несчастных условиях материального существования. И Бунджи Наракадзи Духа. Мы хотим компенсировать эти несчастные условия какими-то еще другими несчастными условиями. Но вследствие своего невежества мы становимся еще более и более несчастными. И Наракадзи Духа Адская жизнь Нанна Йони Браманкары несчастными условиями. Но вследствие своего невежества мы становимся еще более и более несчастными. И Наракадзи Духа Адская жизнь Нанна Йони Браманкары Кадарай Бакшаннакары Тараджанма Адопатаяя Мы вращаемся в цикле рождений в различных видах жизни и поедаем всякого рода отвратительные вещи Вот таковы условия материального существования Наракадзи Духа Наракадзи Духа означает адские условия Но мы не понимаем этого Таково наше невежество Адские условия Сейдоши Майя Пишачи Данда Кары Тары Адьятми Кадзи Тапа Тары Тары Джарьи Мары Из-за своего невежества мы находимся под контролем этой материальной природы В действительности мы находимся под влиянием условий этой материальной природы из-за того, что мы забыли о Кришне отвернулись от Него Такова самая суть Это произошло из-за того, что мы враждебны Кришне отвернулись от Него Нам не нравится Он Сейдоши Майя Пишачи Данда Кары Тары Данда Кары Тары означает наказывать его Вы не видели Скорее всего, вы не видели А, ты был в Индии Ты видела изображение Деви Изображение богини Дурги У нее в руке Трисура Как это называется? Трезубец Да У нее в руке Трезубец И Асура Какое-то демоническое существо сражается со львом А богиня вонзает этот трезубец в грудь этого демона Там изображена эта фигура Ее называют Дурга Вы видели это изображение? Лев нападает на демона Этот лев носит Деви богиню Дургу Она Она ездит на льве Точно так же, как мы ездим на лошади Деви ездит на льве А этот лев нападает на демона Демон тоже очень силен Он сражается со львом А мать богиня Дурга схватила демона за волосы и пронзает его грудь своим трезубцем И лев тоже набрасывается на него Таково наше положение Мы думаем точно так же, как думает этот демон И этот лев является символом Раджа Гуна Раджа Гуна Кама ешакродаеша Раджа Гуна Самудбава Раджа Гуна Это означает, что мы переполнены вожделением и гневом Когда слишком много Раджа Гуна нас переполняют вожделение и гнев А когда Сатва Гуна это означает знание Присутствует знание А когда Тамагуна то нет ни гнева ни вожделения ни знания Это просто как Бауэри Роуд Вы видели когда человек валяется на улице Это признак невежества Тамагуна Вот что происходит И демоны демоны означают они характеризуются следующим Они бросают вызов существованию Бога Поэтому это пракрити это природа пронзает их трезубцем Трезубец означает тростные страдания страдания которые относятся к телу страдания которые относятся к уму как например вчера вечером у тебя были какие-то проблемы с телом Иногда наш ум говорит сегодня у меня не очень хорошее настроение я не в духе что-то не так с телом все в порядке но с умом не все в порядке Это называется адьятмика затем адибаутика адибаутика означает страдания которые приносят другие живые существа например ночью клопы очень прелестная ситуация всю ночь невозможно спать почему адибаутика адибаутика или какие-то враги все это несчастье страдания но мы забываем об этом и адьедаевика например сильный снегопад или суровый холод сильный жар землетрясение голод война все это адибаутика все это навязано вам высшими силами никто не хочет войны но это навязывается людям это называется страдания адибаутика три вида страданий и здесь говорится адхятмика мы находимся под контролем этой материальной природы и этот трезубец пронзает мою грудь как я могу понять это я каждую секунду ощущаю этот трезубец эти три вида страданий всегда присутствуют либо все три либо два либо одно что-то должно быть что-то должно быть всегда и те кто являются просветленными имеют знания могут понять что наша жизнь несчастна мы испытываем эти страдания мы в несчастных условиях но те кто не являются просветленными не обладают знанием находятся в невежестве они думают о все в порядке не обращай внимания но в действительности мы находимся в несчастных условиях очень хорошо вот таким образом нас пинают свобода футбольного мяча футбольный мяч пинает одна команда он попадает к другой команде и теперь его пинает другая команда он возвращается и футбольный мяч думает я двигаюсь очень свободно но что это за свобода его пинают с одной стороны на другую то одна команда то другая о том же самом говорится здесь Кама Кродера Даса Хана Тара Латхи Каю например футболисты две команды пинают мяч так же и нас пинают так же и нас пинают две команды две стороны вожделения и гнев мы переполняемся вожделением и если наше вожделение не удовлетворяется нас пинает гнев две вещи как футбольный мяч пинает то эта команда то другая команда точно так же наше положение иногда нас пинает вожделение а иногда нас пинает гнев то одно то другое и вот таким образом мы живем Кама Кродера Даса Хана Тара Латхи Каю Брамите Брамите Яди Саду Сангапа и вот таким образом мы живем но если благодаря какой-то случайности мы получаем общение со святым человеком Танра Упадеша Мантры Пишачи Палая Кришна Бхакти Пая Табы Кришна Никатаджая если благодаря какому-то случаю мы получаем общение с чистым преданным тогда по его милости эта иллюзия исчезает Танра Упадеша благодаря его наставлениям Саду Санга означает Тасмад Шастру Саджета Будхимана поэтому дается такой совет каждый должен искать возможность общения со святыми людьми и благодаря наставлению святого человека это привидение невежества исчезнет Танра Мантры вы видели когда-нибудь людей, одержимых духами? в Индии и так много таких людей и так же есть человек который умеет изгонять духов как это называется ворожая тот человек который может избавлять от духов маг? медиум? нет, не маг медиум? нет, не медиум по-моему это называется ворожая да, знахарь знахарь вот они произносят какие-то заклинания и привидения исчезают точно так же если мы воспеваем Харе Кришна тогда с привидением Майи которое пинает нас то туда, то сюда с привидением Майи будет покончено Танра Мантры если мы получаем наставление от святого человека саду тогда с этой иллюзией будет покончено с этой иллюзией которая бросает нас из стороны в сторону это вожделение и гнев бросает нас то туда, то сюда когда мы находимся под влиянием этой материальной энергии Танра Упадеша Мантры Пиша Чипалая и что что произойдет после этого Кришна Бхакти Пая Табы Кришна Никатая это начало сознания Кришны это начало его сознания Кришны сознание Кришны начинается с этого момента как например пинают футбольный мяч если так или иначе он вылетает за линию его прекращают пинать точно так же и мы если мы получаем прибежище и общение святого истинного святого человека тогда благодаря его наставлениям и его советам вожделение и гнев перестают пинать нас Санта Чхинданти Асиамановья Сангамукти Вся проблема в уме ум в уме находится узел и узел нужно разрезать или развязать и наставления святых людей разрубают этот умственный узел материальной привязанности режущим инструментом является наставление поэтому необходимо воспользоваться этой возможностью принять это наставление святых людей чтобы этот узел материальной привязанности был разрублен и могло начать